Уважаемый Карим Кажемханович, уважаемые коллеги, Министерство внутренних дел совместно с заинтересованными государственными органами проводится комплекс необходимых мер по противодействию наркобизнесу и наркомании. В целом, наркоситуация в стране остается напряженной, несмотря на то, что в последние годы отмечается тенденция снижения потребления наркотиков. За последние три года количество стоящих на учете наркопотребителей снизилось на 8,6%, в том числе несовершеннолетних почти на 34%. В значительной мере этому способствовали меры, реализованные в рамках специальной программы на 2009-2011 годы. По укреплению международной правовой базы в прошлом году принята антинаркотическая стратегия государственными членами ШОС на пятилетний период и программа по ее реализации. В соответствии с вашим распоряжением от 15 сентября 2011 года при МВД создан межведомственный штаб, в который вошли представители 12 госорганов. Основная часть бюджета реализованной программы была направлена на материально-техническое оснащение пограничной службы КНБ и Комитета тормозной контроля и Министерства финансов, что позволило существенно укрепить южные границы. В рамках концепции совершенствования разрешительной системы в настоящее время произведен переход на электронный формат лицензирования субъектов, деятельность которых связана с оборотом наркотиков. С момента введения электронного лицензирования выдано уже 465 таких электронных документов. Ведется работа по выявлению и пресечению распространению новых видов наркотиков. Законодательно введен запрет на реализацию курительных смесей, содержащих наркотики. В совместности с Минздравом в октябре прошлого года издан приказ, строго запрещающий продажу без рецепта медикаментов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. Проводимые в этой связи проверки аптек в данное время осуществляются с участием представителей органов здравоохранения. Только в Астане в 2011 году за 5 дней мероприятия допинг выявлено 20 фактов безрецептурной реализации кодеиносодержащих препаратов. Именно из этих препаратов сейчас делается кустарным способом дизаморфин, процесс изготовления которого отличается простотой и дешевизной. Его употребление за короткий период превращает кожный покров человека в подобие крокодила. Так и называют этот наркотик сами наркопотребители. В прошлом году сотрудниками МВД и КНБ ликвидированы две подпольные лаборатории по его производству в городе Павлодар в феврале и Петропавловске в мае. Широко используются возможности кинологических подразделений. В кинологических центрах сейчас имеется 2850 собак, в том числе 585 по линии борьбы с наркобизнесом. Только в 2011 году с применением служебно-розыскных собак выявлено 715 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято более 7 тонн наркотиков, в том числе 45 килограмм героина. К кинологическим центре МВД прошли подготовку по линии борьбы с наркобизнесом 218 сотрудников. В текущем году планируется обучение еще 28 сотрудников со служебными собаками. За три года реализации программы выявлено 22 860 наркопреступлений, 713 фактов контрабанды, 7614 фактов сбыта наркотиков. К административной ответственности за правонарушение, связанное с незаконным обращением наркотиков, привлечено 16 737 лиц, в том числе 298 несовершеннолетних и 486 женщин. Из незаконного оборота изъято свыше 90 тонн различных видов наркотиков, в том числе 1 тонна 361 килограмм героина. Уважаемый Карим Кажемханович, в связи с завершением прежней программы, министерством разработана и внесена в правительство новая программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом на период 2012-2016 годы. Разработка ее предусмотрена стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года. Основной целью программы является дальнейшее совершенство системы государственного и общественного противодействия наркомании и незаконного оборота наркотиков. Программа сопровождается планом мероприятий, состоящих из трех разделов, включающих 102 мероприятия. Первый раздел предусматривает совершенствование системы профилактики, лечения наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц. В рамках этого направления предполагается реализовать мероприятия по расширению профилактики среди подростков и молодежи в форме организации бесплатных спортивных секций, дворогов, клубов и кружков. В связи с чем МВД по инициативе неправительственных организаций пересмотрела финансирование ряда пунктов плана мероприятий. Так, 39,3 миллиона тенге, ранее предусмотрено проведение всевозможных акций, приуроченных к международной борьбе с наркоманией, теперь направлено обеспечение бесплатного посещения спортивных секций несовершеннолетними подростками, состоящих на учете, находящихся в трудных жизненных ситуациях и воспитывающихся в социальных приютах. В рамках этого мероприятия, кроме спортивных тренеров, к работе с несовершеннолетними будут приключены психологи. Эту инициативу уже поддержали Акиматы города Астана и Восточно-Казахстанской области, выделив на местном уровне дополнительное финансирование. Акимат города Астана на развитие дворовых клубов с бесплатным и льготным посещением несовершеннолетними предусмотрел финансирование в объеме 45 миллионов тенге. Аналогично Акимат Восточно-Казахстанской области выделил финансирование в объеме 7,5 миллиона тенге. Далее предусмотрено дальнейшее внедрение в учебных заведениях обучающих и диагностических компьютерных программ антинаркотического характера. Предполагается оснащение 78% общеобразовательных учреждений, компьютерным оборудованием и программами по профилактике наркомании. Также будет продолжено совершенственные деятельности школьных инспекторов полиции, обучение их в рамках международных проектов по антинаркотическому воспитанию. Предусматривается производство и трансляция антинаркотических видео и аудиороликов, документальных, художественных фильмов, ориентированных на различные группы населения. Предполагается создать систему мониторинга и оценки наркологической ситуации в уголовной исполнительной системе страны. Второй раздел включает меры по пресечению незаконного оборота наркотиков и перекрытия каналов их поступления в страну. Это направление является приоритетным и оно предполагает наибольший объем финансирования. Для пресечения наркотрафика предполагается укрепление участков южных границ инженерными сооружениями, оснащение их техническими системами контроля. Таможенные пункты пропуска через границу предлагается оснастить инспекционно-досмотровыми комплексами, а также автоматизированную систему контроля грузов. Предусматривается также материально-техническое оснащение, кинологических служб органов внутренних дел, национальной безопасности и таможенного комитета. В рамках новой программы предлагается дальнейшая гуманизация законодательства путем введения альтернативных форм наказания и лишения свободы. Важно не просто поймать и осудить наркомана, а дать ему возможность вырваться из порочного круга наркозависимости. Одной из альтернативных форм наказания могла бы быть отсрочка отбытия наказания больным наркоманией, если преступление совершено впервые и осужен изъявил желание добровольно лечиться и пройти медико-социальную реабилитацию. На наш взгляд, это позволит значительно снизить наркотизацию в осужденных местах лишения свободы. Разработка этого законопроекта предусматривает программы в первом квартале 2013 года. Третий раздел предусматривает укрепление международного сотрудничества в области контроля и пресечения незаконного оборота наркотиков. В рамках этого раздела предполагается развитие регионального сотрудничества в сфере контроля над наркотиками с использованием потенциала таких международных организаций и структур, как ОДБК, ШОС и СНГ. Продолжим работу по привлечению средств международных организаций и стран-доноров в сферу борьбы с наркобанией и наркобизнесом. Основные усилия по-прежнему будут сконцентрированы на борьбу с контрабандой в Казахстан, наркотиков из Афганистана. Предполагается также внедрение международных программ по профилактике наркомании среди школьников, в том числе ДАРы, это обучение сопротивления и употребление наркотиков, и ФАСТ, семья и школа вместе. Бюджет программы составляет 6 миллиардов 167 миллионов тенге. Уважаемый Карим Кажемхаш, уважаемые коллеги, принятие и реализация новой программы позволит существенно ограничить оборот наркотиков внутри страны, сократить их транзит через нашу территорию и в целом стабилизировать наркоситуацию в стране. Прошу поддержать.